Триада. Третья серия, второй сезон. Ну что, друзья мои, вот и начинается выписка дам. Риты, Наташи и Миланы. Но кого же встретить? Тем более их выписывают в один и тот же день. Естественно, Лариса Борисовна. Она за то, чтобы Толя встретил Риту. Причем встретил ее очень, скажем так, ярко, очень торжественно. Торжественный момент. Но не тут-то было в итоге получится. Ну типа меня не все равно подготовился. Он там эти имя этих шариками ее написал. Ну естественно, кроватки, всякие вещицы какие-то, детские там подобные штуки. Но перенесли выписку Риты на четверг. Хотя все остальные выписывались, когда правильно, в среду. В итоге что? В итоге он встретил Наташу, ее увез. Причем даже, можно сказать, выкрал от родителей, от Гоблина и мамы Наташи. Также от Глафиры, Глаши. И привез ее в тот самый дом, где он живет и где, по идее, должна была произойти встреча. Ну короче, должен был там встретить именно Риту. Супер сел, братан, если ты любишь Квеш Рояль, Квеш оф Клэнс, то братан, но есть о чем поговорить. Сережно говорю, поэтому оставайся, пиши комментарии, залетай на стрим и блядь. Крифовать. Вот. А Милану никто не встретил, потому что Вовчик вместе с Костиком жестко забухали в то время. И, соответственно, пропустили этот торжественный момент, будучи во сне. Встретила София. Милану, потому что все-таки подруга, но и все-таки два ребенка сразу. Сложно сразу с двумя, ну и там таксишечку поймали, немножечко их приняли за лесбияночек. Но, тем не менее, все-таки они приехали домой. Увидели Вовчика и Костика в отрубе. И сказали такую достаточно забавную вещь. Теперь у нас не только две девочки, но еще и два мальчика. Илана говорит, типа, я не буду их кормить сиять. Вот. Ну, соответственно, София говорит, да блин, ну как бы у них есть бутылочка, все нормально. Вот. Дальше что? Ну, вроде как он Наташу, типа, выбрал почти Толя. Привез ее туда. Она, естественно, обрадовалась. Особо эту надпись не заметила. А вон там одну букву сдул. И была там надпись Ира. Ну, типа, назовем дочку Ирой. Она отказалась. Ну, он как бы говорит, ну ладно, что. Ну и ладно, и пусть. В итоге эти буковки сдул. Дальше что? Дальше. Ну, вроде как это бытовуха начинается. Вот это вот вся семейная. Но на следующий день он встречает Риту. Типа, мол, ну, сказал Наташу, я отскочу на полчасика. Отскочил в итоге на некоторое большее, скорее всего, время. Заволновалась. Естественно, Наташа. Типа, где ты? Ты мне? Ну, блин, давай, давай, давай. Вот. Но, тем не менее. Все-таки Риту он встретил. Привез ее, ну, не домой. А, соответственно, привез ее куда? Правильно. Правильно, правильно, ребят. Привез ее к Ларисе Борисовне. Потому что, ну, она там у нее жила. Пусть и там сейчас поживет. Ну, просто я на самом деле выкинул. Грубо говоря. И все. А Лариса Борисовна, она уже была на кайфе. Там маникюр и пришли делать вино. Все по красоте. В общем, все по красоте. Конечно же, прифигело от этого расклада. Анатолий просто свалил да и все. Судя по всему, свалил он до Наташи. В общем, ребят, пишите в комментариях, как вам эта серия. Что понравилось, что не понравилось. Ну, естественно, жестко бухали в этой серии Вовчик и Акостик. Чему я, естественно, против-против всего этого. А то ли нет. То ли нет. То ли вообще даже не грамулечки. Удивил приятно. Говорит, типа, надо зарабатывать бабулечки. Все по красоте. Там ее на работе немножко подкалывают. Но, тем не менее, все, так сказать, в рамках адекватности, что ли. Можно это так назвать. Очень, ребятки, погнали. Тифуля, эки-эки-эки-эки, красотуля. Это было не так. Это было, типа, кринж. Так, ну что. В принципе, неплохо. Я, пожалуй, выберу все-таки этих пацанов. Потому что они более, наверное, нормальные. Тем более 183 рейнтик у меня. 183 у них. Один тоже размерчик. Вот. И будем, так сказать, этими размерами пользоваться. Ну, пока я присядься, одинаково. А, пусть будет с формулой. Что-то, слушайте, я сегодня немножко не выспался. Хотя обычно... Я обычно чуть-чуть все равно не досыпаю. Такое ощущение. Но тем... Сегодня чуть больше, наверное, не доспал. Вот наш соперник. Собственно говоря, поехали, погнали. Размер... Заметался пожар. Как голубой. Грелись родимые дали. Сколько раз я пел про любовь. Сколько раз отрекаюсь скандалей. И как весь запущенный сад. То я... Что там робок. Но твой стан, он кайфовый. Кайфовый. Совершенно кайфовый. Он... Помогалка. Я знаю, что значит это... Ладно, прикольно. Смучает. На, на. Нет, не получилось хорошо пробить. Надо было, наверное, сразу. Были бы шансы. Позиция была тогда... Лучше. Принося. Мосье. Мосье хороший. О, макарек. И на сен тут. Мяч-то пропустил, отпустил. Найс. Марсиаль. Черт, а в гений на самом деле. О, здорово, ассасин. Смотрел? Мир, дружбу, жвачку. Да, смотрел, сен. Да, было дело. Все серии посмотрел. Все сезоны посмотрел. Кайфанул. Ну, на самом деле, самая кайфовая серия, наверное, была седьмая. Восьмая серия что-то немножко подкачала. Чуть-чуть улю. Ну, то есть, как бы, просто уровень, наверное, задали. Вот такой уровень в седьмой серии. Восьмая такая уже. На, на том же самом, в принципе, уровне было. Не выше. Ну, не, на смысле, на сене других серий. Не седьмой снимая, прям, самая такая классная серия. Как по мне. Вот. Витька, опять же, оправдался, можно сказать, в этом. В следующем сезоне. Бамс. Неймарита. Это просто Неймарита. Неймарита. И ничем. Блин, жаль, что Неймара не бод на евро. А почему? Потому что он бразилец, а это евро. Сделайте уже открытые евро, камон. Всем он для присутствия. Ну, прикольнее, наверное. А с другой стороны, типа, Чемпионат мира самое-самое такое. Эпичное событие было бы уже не таким эпичным. И давай! Блин, нет, не получилось. Тут, конечно, он как-то... Блин, это я, что ли? Так, плохо. Возможно. Не, ну это прям совсем Ван де Бека был. Подобно был. Что еще Рэшфордом исполняет? Площельцо. Так. Площельцо. Площельцо. Спокойно. Площельцо. Лип все-таки ввел меня. Бейл, Гаррет. Кольфист главный в футболе. В смысле? Что за хрень на тень? Хорошо. Так. Нахтахи. Алик и Витя выжили. Ну, слушай, там непонятно, на самом деле, выжили. Ну, то есть, просто показали, что они не мертвы. И все. То есть, это как бы непонятно. Жалко, что на Евро Рамоса не будет. Ну, да, Рамоса, как бы Рамоса, он чего бы мог был поучаствовать, но типа там травмы. Сам вроде как он отказался. Я-то поначалу думал, что его типа открепили. Блин, Рамоса. Как так? А потом выяснилось, что, блин, травмы. Он просто сам решил так, чтобы залечить травмы не... Ну, в принципе, грамотно, я считаю. Все-таки он уже не молод. Но с другой стороны, это, возможно, последний крупный турнир по жизни. Ну, может, не последний, хотя, что, кто знает. Ну, тот же, что размеры через год. Так что, может, еще и там поучаствовать. Кто знает, я думаю, еще год, он точно поиграет. Но будьте на том же самом уровне, не факт. Ну, посмотрим. Я думаю, евро-то точно для него последний. Все-таки возраст уже солидный. И давай сюда. Бам, красота. Нормально. Ибрагимич. Да, блин, Ибрагимич, конечно, я же в клубе. Это Ибрама, они, блин, он очень крутой. Он мой любимый футболист. Я читал книжку «Я Златан, I'm Златан». Рич, нажми синюю кнопку, это подкат. У меня не синие, у меня X. У меня все черные. У меня нет синих. Так. А там были выстрелы только пистолетов. Не знаю, ну, типа, для... Учитывая, что там его так гасил жестко в конце прошлого сезона Витька, то он, может быть, и выжил. Не знаю. Тут открытый такой достаточно. Хотя они не должны, по идее, выжить. То есть, я предполагаю, чтобы было сцена с какими-то там похоронами или типа того. Может, там через полгода, через год там, типа, идет какой-нибудь снег. Вот. И он такой, типа, там кто-нибудь в могиле его стоит. Может быть, жена его, с кем-нибудь. Например. На Витьке. Не знаю. Ну, это опять же, это какие-то клише, наверное, я рассказываю, которые я уже видел в сериал, в фильмах. А вот. 1X. Слушай, я делал подкаты, но, блин, подкаты там часто вызывают какие-то там штрафные пенальти и так далее. То есть, ну, я пользуюсь ими иногда. Но не то, чтобы суперчасто. Блин, а сейчас было не очень хорошо. Потому что все-таки есть куда более эффективные методы. Давай сюда. Почаще переходим. Как бы, это очень круто. Это очень важно. А напишем в комментарии, какие игры любите. Игры любите, может быть, дело в игре. Не ошибка-то много. Народу. Народ, нормально. Ой-ой-ой. Хотел прям... Нет, не по красному. Это много рисковых действий в моей игре. Оп. Ты как четко отобрал. Просто как хоженька. О, пардон. Не, ну что так плохо пасать? Блин. Надо было бы делать более его параллельным. Более параллельным. Возможно, это было бы... Ну, типа, за спину немножко. Было бы неудобно. Ну, ладно. Так. Лукас. Рюдир. Такой футбольный клуб ты болеешь? За... Ну, наверное, за Рио Мадрид. Но я не сказал, что прям болею, болею, болею. Ну, вот не за какой клуб, честно признаюсь. Не болею. Чтоб вот прям переживал. Я потому что я из такого города, где нет вообще футбола. Прям вот нету. Здесь хоккей немножко есть. Да и то хоккей там... Мечом, что ли? Ну, типа, что... Ну, какой-то ненормальный хоккей. Типа, не самый популярный. А в хоккей вообще я... Вот прям вообще не. Не мое совсем. Я не вижу хайпа там. Футбол все-таки куда мне ближе. Понятнее. И любимее. Вот. А вот прям болею за сборную России. У нас территория... Не одна. Это важно. Там близко было рядом. Видим мы. Помешали нам, конечно. Оп. Родриго. Родриго. Киродриго вроде сыграет на Евро, да? Понят. Интересно. Коста сыграет Дугла. Нет, не Дуглас, который он уже в бразилец, а Диего Коста. Типа, кто бразильцам стал этим самым танцем. Он такой прям харизматичный парнишка. Эмоциональный. Это, конечно, не как Луис Суарес на чемпионате. Так, он укусил кого-то там. 14-м году, наверное, чемпионат. Да, 14-м точно. Я туда в школу закончил. Смотри, я помню, на выпускном. Футбол, прикиньте, прямо в основе я футбол смотрю. Было такое, было такое, ребята. Прикиньте, что у вас было выпускной? Сколько вам лет вообще? Ребят, не пишите комментарий. Сколько вам лет? Для начала, а потом посмотрим, был ли у вас вкусной или нет. Лерис. Нихухарышенький, мухарышенький. Рюдер. Тоша, Тоша, Антоша, Тоша, Тоша. Так, Оке. Брат мой. Иванский. Родриго. Ай-яй-яй-яй, ясные дни. Не, ну, плохо было. Прям сразу. Стали мяч. Причем возле... Фейхвароу. Фрешфорд, фрешфорд. Фу. Пошел-ка ты. Угу. Мне 15. А, 15. Ну, блин, 15. 15 это что? Это типа выпускной может быть... Ну, после 9 класса это может быть выпускной, правильно? У меня, кстати, после 9 класса не было выпускного. Ты же как раз, наверное, 9 классов закончил, да? Я так понимаю. Ну, вот когда мне было 15 лет, я как раз, по-моему, 9 классов закончил. В общем, так-то. Да, точно. В 15 мне пока 11 закончил. Ну, я в 6 лет пошел в школу. Хотя бывают такие, кто пошел вроде бы 7 лет. Ну, короче, там есть варианты, потому что есть еще 3 месяца как раз в эти 3 месяца. Три месяца у тебя может исполниться. Теперь там 18 или 7 лет. Так. Ван Дебек. Короче, да, вот тут у сна у меня был такой. Я что-то болел, типа у меня температура была. 2014 год был чемпионат мира. И я, короче, там через приложение какой-то смотрел футбол. Ну, как смотрел? Ну, типа там счет, по крайней мере, ход. Ну, то есть в таком текстовом варианте смотрел. Мне было не очень как-то прикольно. Мне сам выпускной, ну, такой, типа, блин. Я там танцевал. Вальс. Ну, я был единственный парень, кстати говоря. В своем классе. Ставал вальс. Хотя, блин, вот танцевать, ну, не мое. Ну, откровенно. Ну, типа так подергаться. Под какую-нибудь песню, которая, ну, вызывает это желание сделать. То я, как бы, да. Я могу. Но, чтобы вот, что-то танцы, танцы. Прям какие-то, ну, какой-то определенной логикой, что ли. У-у-у-у. У-у-у. Ай, дин-дин-дом. У меня на классе хочет после 9 уйти. Я... 6-7. Слушай, а у тебя что, типа... Ты какой класс-то закончил? 9-й, 8-й. 6-7. В смысле 6-7. Это как 6-7. А, блин, не-не-не. Не совсем идеально. Ну, по крайней мере, короче, у меня была одна знакомая. Она училась на 2 класса старше меня. Вот она 3, наверное, на меня старше аж. Ну, короче, она, типа... О, пошла. Когда ей было... Наверное, 7 лет. Наверное, 7 лет. А 2 сентября... Ей исполнилось уже 8 лет. 2 сентября, короче, день рождения. Вот так было, да. Ну, там, типа, подруга там... Тоже пошла вот... Вот в школу она чуть-то младше была. Поэтому вот так родители сделать, чтобы подруги учились в одном классе. Хамс. Ты сушеный вопль! Потому что... Мы же на стриме. Мы не можем... Мокрый обувь пляжа сдавать. А, в 6-7, в смысле, в школу пошел в классе... А, восьмой, восьмой, понял. О, кстати, у меня же этот... А, это... Племянница? Что-то, наверное, тоже 8 классов закончил или 9, что-то даже не знаю. По-моему, я ее на 9 лет старше. Мне 24, значит, ей сколько? Ей... 12 получается. Ну, удачи, да, в общем, классный раз. Наверное, 8. Нифига себе. Как? Повпадает. Так. А, кстати, был какой-нибудь выпускной после 4-го класса? Интересно. У меня просто был выпускной один вообще в жизни. Хотя у меня как бы могло быть их больше. Из 4-го класса у меня не было выпускного. Из 9-го класса не было выпускного. Универе у меня тоже не было выпускного. В 11-м классе был такой выпускной. Не, это прикольно с точки зрения, что как вот какой-то момент, какая-то ачивка, знаете, как в игре. Типа ты прошел какой-то уровень. Вот там типа сохраненочка. Память. Вот. Да, память, память. Точно. Вот это самое, ну типа, кажется, прикольное. Потому что все равно я... Не то чтобы я прям очень любил школу свою. Но, тем не менее, вполне себе нормально там себя, скажем так, чувствую. Особенно последние, наверное, 2 года. Поэтому как-то все, что вспоминается, хорошее. Хорошее. Достаточно было беззаботное время. Типа особо ты ни о чем не паришься. В плане там, как бы, кэш заработать. Ну реально, не паришься. Че там? Одеть. Один. Побуть. Побуют. Покормить. Покормить, покормят. Классно. Причем нормально покормят. Не, там, не знаю, не сухими икорками. Нормально. А когда ты уже вот прям вот, ну типа студентом, когда я стал, то у меня просто было желание зарабатывать. Я не был тоже, как бы, бедным студентом. Нифига. Я не был бедным. Ну типа, мне давали денег. Я не бедствовал. Ну хотя, не то, чтобы был богат, но типа, по сравнению с обычными студентами, которые там, типа, я не знаю, кто-то живет, возможно, на стипендию там 2-3 тысячи. Нет, я был, я был мажор вообще. Вот. Поэтому я, типа, не без, нормально. Я мог бы учиться, но мне было что-то дикое желание, что-то делать прикольное на ютубе. Я делал, ну и, соответственно, это потом уже стал приносить. Это кэш. На первом кульсе особо не приносило, а на втором пошло прям кайфово. Я комп себе купил. Дорогой комп купил. Кстати, вот этот самый комп я и купил. Вот, который, собственно, у меня сейчас есть. Так что, да, я немножко там зарабатываю. Так, блин, не, некоторые, конечно, на хату там зарабатывают, на квартиру, на дом, на машину. Нет, и я то, как он всех успел купить, все. Даже камеру нормально не купил. Ну, это веб, как бы, я ее потом уже, далеко потом купил. Да, после 4-го выпускной был. Я не навяжу школу. О, даже так? А почему не навяжешься из школы? Я вот не любил ее, знаешь, за что? За то, что это было как-то, как день цурка, если честно. День за днем, примерно на то и то же. А любил как раз-таки за то, что там какие-то знания получаешь. Какое-то общение было. Теннис я потом стал играть. Было тоже очень кайфово. Любил это дело. Некоторые предметы мне прям нравились. Ну, типа физкультура была прикольная. Опять же, я любил подвигаться. Я вообще хотел быть спортсменом. То есть, у меня была мечта поставить спортсмена. Вот так вот, да. Хотел быть детлонистом. Вот. География мне нравилась прикольный предмет. Проектная деятельность прикольный предмет. Биология иногда бывает прикольная. Физика. Ну, не то, что прям, типа, я прям, вот, дико кайфовал от этих предметов. Но все равно, вот, ну, дико кайфовал и, наверное, в некоторые моменты физкультуры. Когда мы, наверное, играли там в этот пенербол какой-нибудь. Ну, в волейбол почти не играли. Обычно так, пенербол. Было реально прикольно. Я прям, вот, дух соперничества, соревнований, мне очень нравился. Я это очень любил. Там на лыжах, когда мы катались, прям было кайфово. Прикольно. С горки, блин. Не знаю. Ну, это классно было. То есть, это прям был такие... Аааа! Офигенно круто было. А такие вот, приметы, где надо сидеть, что-то думать, тут чуть меньше, наверное, таких крутых положительных эмоций был. Но, на самом деле, я немножко любил выпендриваться чуть-чуть. Ну, было во мне такое. Да, наверное, сейчас есть. Поэтому я любил немножко, так сказать, козырнуть, что ли, знаниями. Например, по географии. Я больше как-то по этим, скажем так, по гуманитарным предметам что-то получалось у меня адекватное, скажем так. Спасибо. Спасибо.